Добрый вечер, господа. Это Реальное Время. Финам.ФМ. Меня зовут Юрий Проньков. В самом начале средства связи многоканальный телефон 65 10 99 6 код Москвы 495 для звонков финам.фм Соответственно, наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. У нас сегодня будет не политическая тема, хотя, кто его знает, где в этом вопросе заканчивается политика и начинается такая, знаете, повседневная жизнь. Усыновление детей в России и из России. Я в своей жизни, вот где-то полгода тому назад с небольшой группой журналистов побывал в одном из московских детских домов. Вы знаете, это страшное впечатление. Не от того, что я увидел объект абсолютно отремонтированный, все чисто, все аккуратно, глаза детей. Вот это самое страшное, когда ты видишь, когда посещаешь подобные учреждения. Причем, сразу отмечу, они накормлены, они сыты, некоторые, некоторые из них даже выпитанные, да, но вот глаза в них, в них даже не тоска, а боль. Вот такой маленький человечек, а в глазах боль. Я решил сегодня обсудить эту тему. Как мне представляется, она крайне важная, особенно с учетом той демографической ситуации, в которой находится Российская Федерация. И эта ситуация, я думаю, будет только, к сожалению, усугубляться. Ну, как-то мы отказываемся от того, чтобы иметь детей. В лучшем случае, один ребенок, ну, два — это максимум. А уж когда я говорю, что у меня трое детей, многие округляют свои глаза и говорят, да ты что там, с ума сошел, да? Я с удовольствием вам представляю моих гостей. Елена Сенаторова, член Комитета Государственной Думы России по вопросам семьи, женщин и детей. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Еще одна Елена, Елена Фортуна, руководитель благотворительного проекта «Родные люди». Елена, добрый вечер. Добрый вечер. И Александр Селютин, адвокат, бывший судья, управляющий партнером юридической группы «Селютин и партнеры». Александр Ратвить, добрый вечер. Добрый вечер. Елена, вот первый вам вопрос, как политику. Вот на ваш взгляд, в государстве российском осознают всю эту проблему, проблематику именно детей-сирот или детей, которые находятся вот в этих государственных учреждениях при живых родителях, да, которые, ну, наверное, по объективным, я надеюсь, причинам отказались от них. Вот на государственном уровне есть политика? Такая цельная? Безусловно, безусловно. Правильно вы говорите. И мы часто бывали в этих детских домах, а я как политик недавний, так как присутствую в шестом созыве, а до этого у меня длительный такой период работы в женском движении, 15 лет, и там мы шествовали непосредственно над этими детскими домами. Я тоже помню и глаза всех этих деток, где присутствовала. И пришла с большим желанием в комитет по семье женщин и детям помочь этим детям и подумать именно о хороших законопроектах. Но скажу определенно, что уже сделано очень-очень много по этим направлениям. И, собственно говоря, если говорить о тенденции сегодня усыновления детей, то я должна сказать, что в 2011 году сохранилась тенденция уменьшения числа детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года. Конечно, тут нужно смотреть, по каким причинам. Вот, если, например, в 96-м году таких деток было 113 234, то в 2011 году 82 117 выявлено детей. Но согласитесь, это на Россию ужасно много. И, безусловно, здесь нужно очень много работать, чтобы таких у нас явлений не было. А в чем причина, вот на ваш взгляд? Простите за банальный вопрос. Это ко всем уже. Почему от детей отказываются? Ну, можно, если я начну, а потом мои коллеги, я думаю, продолжат. Какие мы видели причины? Растет много аномальных семей, к сожалению, у нас в России, которые без ответственности относятся к появлению детей и дальше к сопровождению их. Просто вот без ответственности. Мы это видим прекрасно. И другая причина, наверное, безответственности молодых поколений, которые создают семью. Я думаю, ни для кого секрета здесь не выдам, что разыскиваются мужчины, не платящие элементы своим детям. И их увеличивается как ком. Каждый год у нас появился ребенок, он даже не хочет нести ответственность из-за этого ребенка. Надо ведь каким-то образом ужесточать законодательство. И мы смотрим сегодня именно комитетом, как работать по этому направлению непосредственно. Но и другое такое явление. Не знаю, почему сложилось у нас. У нас отказываются от детей больных в России, к сожалению. Это вот проблема. Я предлагаю об этом отдельно еще поговорить. Елена Фортуна, вот на ваш взгляд, простите за этот циничный вопрос, но почему от детей отказываются? Вы знаете, я общаюсь с большим количеством родителей, которые воспитывают приемных детей. Настолько разные истории все. Все индивидуально. Ну, как вам сказать? В принципе, конечно, какие-то закономерности можно выявить. Вот семья, родители пьют, не работают, все раз, через какое-то время ребенка, они даже не отказываются, ребенка забирают, потому что ребенку в семье находиться опасно. Просто опасно. То есть дети, которые, социальные сироты, при живых родителях, находящиеся в детдомах, это не дети, которых сдали родители. Это большей частью дети, которых все-таки отобрали у родителей. Это вот ювенальная юстиция? Да, при чем это ювенальная юстиция? Таковой у нас нет в России. Да, у нас нет. Нет еще. Понимаете, история... Просто я много этих страшилок, да, уже наслужил. Нет, это страшилки. Вы просто не знаете настоящих страшилок, когда ребенок до семи лет... Расскажите. Или когда эти семьи, да, Эллина? Вот ребенок... Есть семьи, когда ребенок до семи лет живет, не выходя на улицу, прикованный к батарее буквально, да, то есть родители там занимаются своей интересной жизнью, как правило, там либо с бутылкой, либо с шприцом, не работает ничего, а ребенок вот маугли, он растет как маугли. Ну, семь лет, это, наверное, все-таки не так редко, но то, что до двух, до трех лет дети из семей их изымают просто в нечеловеческом состоянии, это случается. А мы входили в семьи, которые буквально притоны. Это бывает кошмар. Притоны, настоящие. У нас в стране, у нас как бы очень высокая алкоголизация. Алкоголизация населения у нас ужасающая. И это одна из причин, почему дети оказываются там. Вообще, конечно... Тут очень все непросто, на самом деле. Не так однозначно. Взяли и отказались. Отказываются тоже много, да. Но вот я думаю, что вот эта цифра, которая снизилась по выявлению детей, она отчасти из-за того, что сейчас реализуется политика по работе скромной семьей, все-таки работает на профилактику социального сиротства и благотворительные фонды, и со стороны государства. Но пока вот оно должно с двух сторон идти, да. Должна быть и профилактика, и должна быть помощь людям, которые хотят забрать детей из детдомов, сами дети оттуда никуда не денутся. То есть пока за счет профилактики это будет все улучшаться, да. Все равно сейчас много детей, да. Сейчас больше 100 тысяч детей там есть, и они не рассосутся. Вот надо это понимать. Если не двигаться. Александр, вот ваш взгляд на проблематику. Я бы сказал, что да, ситуация действительно ужасная. И с этой ситуацией пришлось столкнуться, что называется, изнутри, поскольку в свое время я и работал в правоохранительных органах, в подразделениях по профилактике преступлений совершеннолетних, и видел, да, как раз тех детей, которые пристегнуты к батарее, которые до пяти лет не умеют говорить, а то может быть и больше, которые не видели людей, и которые бывают уже и 10 лет, и они не знают, что существует школа и детский сад. И действительно такое было. Потом я работал долгое время и судьей, и слушал дела о лишении родительских прав, когда орган опеки выходит и отбирает ребенка у той или иной семьи по тем или иным основаниям. Слушал, правда, и дела, которые связаны с усыновлением, и видел тех людей, которые усыновляют ребенка. И вот сейчас я бы, я не знаю, может быть эта мысль покажется крамольной, и как юрист, я может быть, и не должен говорить об ограничении конституционных прав, я бы, я выскажу свое мнение, а может быть законодатели его поддержат. Сейчас вот у нас внесены изменения в закон о том, чтобы родителей, желающих усыновить, обязать к тому, уже обязали, к тому, чтобы проходить определенные курсы, подготовку, быть психологически готовым к усыновленным ребенком. Я бы сказал, что так, в нашей стране необходимо выдавать лицензию вообще всем, для того, чтобы рожать ребенка, потому что многие, как раз вот те, которые отказываются, они просто не представляют, не об ответственности, да они и не хотят этого ребенка. И они к нему относятся-то как к вещи, и к вещи ненужные. Как раз те, кто хотят усыновить, они приходят к этому осознанно. И зачастую это те люди, которые достигли определенного и социального положения, и умственного развития психологического, что самое главное. И вот эту вот профанацию по отношению тем, кто хочет усыновить, ну, может быть, да, давайте ее оставим, только улучшим все-таки сделаем, но давайте все-таки и готовить будущих родителей, семейной жизни, и к рождению ребенка. Может быть, это такое эмоциональное высказание, но о чем идет речь? Ну, вы знаете, существует Китай, где без разрешения государства ты вообще не можешь родить. И за каждым ребенком ты ходишь, получаешь разрешение. А если ты родил вдруг как-то по-тихому, то и уголовная ответственность за это предусмотрена. Возможно, не до такой степени, потому что, конечно, у нас государство сейчас пропагандирует политику по повышению рождаемости. Но за счет кого мы будем? Мы кого должны плодить? Тех дебилов, извините, которые остаются потом до 20 лет и не умеют читать, и такие есть? Они первый раз человека видят лет в 15, когда их пристегивают в подземном переходе для того, чтобы они зарабатывали деньги? Либо кого мы будем платить? Тех, кто действительно интеллектуально развиты? Тех, кто в 5 лет идут в школу, а в 15 заканчивают досрочно университет. Но для этого надо готовить родителей, для того, чтобы они потом готовили своих детей. Я вообще в шоковом состоянии. К сожалению. Нет, мы продолжим. Потому что Александр Селютин сейчас выдал на гора такое, что я прихожу сейчас в себя. У нас сейчас краткий выпуск новостей, затем продолжаем тему усыновления детей в России. Звоните, пишите. 19 часов 18 минут. Реальное время. Здесь Елена Синатрова, Елена Фортуна и Александр Селютин. Говорим об усыновлении детей в России. И из России наш многоканальный телефон 6510996, код москвы495, финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Господа, ну вот то, что я услышал от Александра Селютина, меня повергло в шок. В общем-то, нет, в этом есть ценность. Вы откровенно, вы предельно откровенно говорите об этой проблеме. Но вы согласны? Юрий, я хотела бы тоже немножко сказать с другой позиции, что действительно у нас демографическая ситуация очень сложная. И есть другие семьи, где не по причинам аномальным потерян родители, по уходу, по смерти. Я вот от комитета женщин хотела сегодня поклониться тем семьям, которые усыновили этих детей. Согласитесь, это очень сложно, взять на себя такую огромную ответственность. Я бы привела такие... Вот Елена Фортуна, да. Не надо, мне планится, не надо. Я вот хотела бы просто привести такие цифры, что у нас до года... Нет, для поклонения. До года у нас усыновили 4255 человек. От года до трех у нас в России 1 674. От трех до семи 1027. И вот более семи лет 460 человек. И вот здесь вот представитель действительно Елена, которая взяла на себя такую огромную ответственность. Мы сегодня за то, чтобы у нас было как можно больше детей. Но вы согласны, господин, господин, селитетом, который предлагает это ужесточение? Есть такие аномальные семьи. Я думаю, он к выводу пришел не случайно, потому что, когда мы заходили, мы видели чуть ли не притоны. И действительно, в какой-то степени доверить им воспитание, хотя у нас родители сразу не проходят урок на то, как он может это делать. И не учатся нигде. В какой-то степени исковерканный суд бы детей изначально. Может, нужно брать... Скажите, это исключение из правила? Вот те факты, которые... Я все-таки думаю, что это исключение. Это исключение, да? Да, это исключение. Но они, к сожалению, у нас есть в обществе. Но я могу сказать, что и вполне обеспеченные семьи, они зачастую не умеют воспитывать детей. Просто их нигде не учат. Нет такого предмета воспитания детей. Никто не учит психологии детской, никто не учит тем ценностям, которые они должны давать. Как это давать? Методику, методологию и так далее. Я просто долгое время преподавателем в университете работал. И методику, я просто знаю преподавание взрослым. Но я тоже нигде не изучал методику. Кто вам преподавал? Кто вас учил? У нас жизнь учила. У вас сколько детей? У нас трое детей, все усыновленные. То есть методом собственных проб и ошибок. Да, методом собственных. Ну, вы знаете, чем отличается приемный родитель от родителя обычного? Тем, что приемный родитель у него повышенная тревожность. Он, если что не так с ребенком, он на ушах стоит и ставит на уши всех знакомых врачей, психологов, всех остальных, если есть такая возможность. Вот я иногда поражаюсь к нам в журнал. У нас есть консультация специалиста, в том числе логопеда. Пишет мамочка неприемная. Говорит, у меня ребенок в три года не разговаривает. Что мне делать? В газету писать. Ну, куда? Что еще делать? Не к врачам ходить, да? А вот-вот писать непонятно куда, чтобы тебя по интернету проконсультировали. С приемным родителем эта ситуация практически невозможна. То есть потому что ребенок, дети проблемные, да? То есть всегда определенные проблемы есть и психологические. Проблемы задержки развития не потому, что они идиоты, да? А потому что среда такая, которая не позволяет нормально развиваться. Это все компенсируется. Но это усилия, это труд и так далее. И я бы хотела вот еще по поводу обязательно подготовки родителей добавить интересный момент. Вот закон обязательной подготовки. У нас достаточно много детей устраивают в семье на так называемую родственную опеку. То есть вот ребенка изъяли из семьи от неподополучной мамы. Его предлагают сначала всем родственникам. Говорят, вот ребеночек, кровиночка-то ваша в детском доме сейчас окажется. Возьмите. Как? Ну, кто-то не берет, да, а кто-то берет. И вот те родственники, которые взяли порядка 8%, это самый высокий процент возвратов идет из-под родственной опеки. Они к этому не готовы. Так вот, эти люди, они не должны проходить подготовку. У них считается, что раз кровиночка, все само собой сложится. Они даже не осознают, что они, в принципе, сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкиваемся мы, беря постороннего ребенка. Но они из этого исключены, как бы. Их это не касается. То есть процент родственной опеки, вот процент возвратов, он никуда не денется. Причем там могут быть люди, которые никогда своих детей не имели, никого никогда не воспитали. Так, а есть те, которые воспитали вот этих социальных родителей. То есть бабушка воспитала вот как бы вот этих, которых забрали. И теперь она будет воспитывать внука, который, ну как она ее воспитает? Что, на ваш взгляд, мешает вот все-таки так вот массово, уж простите, опять-таки за цинизм, усыновлять детей? Вот в чем причины? Вот я знаю, что в отдельных странах есть очереди. Вот реально очереди, да? То есть и желающих родителей. Дай бог нам дожить до такого. Елена, вот в чем проблема-то? Вот почему не доживаем? Да проблема во всем. Проблема прежде всего в том, что 70 лет, пока была светская власть, была закрытая тема. Этой темы в сознании людей не существовало. И до сих пор в сознании людей нет. Вот я рассказываю как анекдот. Мы живем вот 6 лет в одной квартире. За 4 года у нас появилось трое детей, взрослых. С соседями видимся часто. Соседи, которых мы знаем, спрашивают, а вы что, недавно переехали? То есть мысли о том, что вы усыновили, даже не приходят в голову людям. То есть они готовы предположить самый бред, да, как бы вот. Но им, у них этой мысли в сознании просто нет, что ребенка, оказывается, можно усыновить. И у людей, у многих эта тема закрытая. Я, поскольку, ну, как бы, сама журналист, делаю журнал на эту тему, и сайт, и все, я такой просветитель по жизни. И когда, ну, мы не скрываем усыновление, естественно, и когда у людей, вот когда они узнают, что дети усыновлены, у них столько вопросов. Вот у посторонних совершенно людей. А реакция вообще положительная? У нас, да. Вот я, мы ни разу с негативом, ни с каким не столкнулись. А по отношению к детям? По отношению к детям тоже реакция положительная. У нас прекрасное отношение с учителями, потому что мы не делаем из этого тайну. А дети-дети? Дети-дети тоже прекрасно. У нас дети очень общительные, очень хорошие. такой пристрастный допрос? В чем причина? У вас есть иная информация? Дело в том, что да, приходится сталкиваться именно с психологией и поведением еще не только взрослым, а психология взрослого населения по отношению к усыновителям и усыновленным детям какая. Что мы вот говорили в перерыве об этом, о том, что у нас зачастую не уважение вызывает вот эта деятельность по усыновлению и по приему детей в семью и воспитанию, а такой вот некую цель для насмешек и укоров. Зачастую это так. Так а в чем причина-то? Я вот не могу понять. Надо радоваться, что дети обрели родителей. И вот правильно Елена говорит, это еще не самое страшное. Мы спускаемся на уровень ниже, где взаимоотношения двух детей, имеется в виду в школе, допустим, во дворе и так далее, и все на ребенка, я просто сталкивался с этим, и все на ребенка показывают, ты к нам не подходи, ты вообще усыновленный. Но вообще дети жестокие существа, и это в курсе. А кто их воспитывает? Это воспитывают те родители, которые не умеют воспитывать. И те, которые своим детям не могут объяснить, что вообще-то вот это вот заслуживает уважения, деятельность. И не стоит подходить к ребенку, которого и так не было, родители ему тяжело, еще и пинать его здесь. Вы сказали, что это не самое страшное. Нет, вы знаете, нет. Таких ситуаций, на самом деле, вот возникновение этих ситуаций, чтобы ребенка гнобили за то, что он приемный, они возникают только в том случае, если у самих приемных родителей не прояснено отношение с этой темой. Если им самим кажется, что вот в приемном ребенке есть какая-то вот что-то не то, вот мы рожали, эко делали, не получилось так и быть, взяли, вот если у них вот это вот присутствует, они пытаются что-то скрыть. То есть все сплетни, все вот эти вот вещи, они от недостатка информации. Я не об этом. Когда ребенок чужой подходит и говорит, знаешь, у тебя папы нет, у тебя папа-то не настоящий. Значит, наши дети отвечают так, спокойно, у меня две мамы и два папы. Ну да, я биографию Стива Джобса тоже читал, да-да-да, и он именно так и отвечал. Если ребенок сам относится к этой теме нормально, если для него усыновление, вот для усыновления ребенка это нормально, если он понимает, что это просто способ появления ребенка в семье, у нас дети, они не чувствуют себя ущербным, они чувствуют, что им очень повезло, что их забрали в семью. Это очень важно. А реально у старшего ребенка, который полунациональный, ну как бы с ярко выраженным местом, в 9 лет шансов не было. Явно отличается от мамы. Шансов не было вообще. Вот это реально последний момент. Они это ценят, они это понимают. И они не дадут дать ни себя в обиду, ни нас в обиду. То есть тут очень все зависит. И если вдруг такое случается, мы как родители с этим разберемся. Мы поставим на место и все. Это защита, защита ребенка. Все правильно. Обращаюсь к депутату Госдумы Елене Сенаторовой. Все-таки государство стимулирует усыновление в стране? Да, государство стимулирует усыновление. Но я бы хотела немножко продолжить разговор, Юрия, что это вопрос социума. И немаловажно, как складывается к нему отношение всех вместе взятых. И этих же приемных родителей, средств массовой информации. Зачастую у нас средства массовой информации показывают совершенно другие картинки о красивой жизни. Поэтому, безусловно, почему у нас усыновляются дети, но есть безответственность в этом отношении, есть возврат. Потому что иногда думают, что это легко, и что-то получить за счет этого. Идут, к сожалению, на эти все вещи. Но не ведя ответственность за воспитание этого ребенка, за то, что он потом вступает в взрослую жизнь. Государство поощряет приемных детей и тем детям, которые были выплаты и пенсии, и пособия. Это все остается. И выплаты есть родителям. Большие пособия? Непосредственно. И везде по-разному. Везде по-разному. Есть регионы, я тоже говорю. Сегодня говорят о Москве. Я бы привела свой регион в пример. 34-й, откуда я избралась, Белгородскую область. Потому что у нас поощряются эти семьи дополнительно нашим губернаторам Евгением Савченко. У нас показывают эти семьи. Они пример. У нас награждаются родители. То есть как социум сложил к ним отношения, так и в обществе будет отношение к этим людям. Ведь там много еще на региональном уровне законопроектов, которые дополняют. И идут наши родители. Ну, смотрите, у меня диссонанс возникает. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что надо поощрять, стимулировать усыновление, а с другой стороны, мы с вами понимаем, что, собственно, в российских семьях, в лучшем случае, один-два ребенок детей. То есть, ну, не хотят рожать. Не хотят рожать. Так усыновлять тоже не особо хотят. И вот что делать? Усыновлять тоже. А демографическая яма, в которой мы уже находимся, она будет только увеличиваться. Я, кстати, не верю вот комментариям чиновников, которые там рапортуют, все у нас хорошо там и так далее. Ну, может быть, по цифрам что-то там стало балансировать, да? Уж простите за экономическую терминологию. Но, мне кажется, проблема будет только усугубляться. И чем дальше, тем больше. Вот я не вижу выхода из этой ситуации. Есть? Ну, я думаю, конечно, есть выход из этой ситуации. Конечно, мы думаем сегодня... Какой Елена Синатрова расскажет сразу после краткого выпуска новостей. Ваше мнение мы собираем на финам.фм. Звоните 65 10 99 6. Код Москвы 495. 19 часов 31 минута. Реальное время финам.фм. Елена Синатрова, Елена Фортуна, Александр Селютин здесь и сейчас в московской студии нашей станции. Елена, так в чем выход? Ну, Юр, ты как бы немножко прав, что молодежь сегодня думает о себе прежде всего. Пожить самостоятельно, материально благополучно. Вкусить прелесть жизни. Вкусить прелесть жизни, поехать за границу, не выполнить свой материнский долг. Ну, это, наверное, еще зависит от тех матерей, у которых есть эти дети. У меня тоже есть дочь, и она выполнила свой долг. Я рада, что у меня прекрасный внук, и думаю, на этом не остановимся мы. Действительно, на государственном уровне есть направления, которые стимулируют рождение. Ну, я всегда думаю о том, что не надо рожать детей за какие-то деньги определенные. Это должно быть потребностью души. Ну, я часто слышу реплики такие, что пусть государство создаст условия, и мы тогда будем рожать. Если взять наше такое время... Я сразу скажу, я с этим не согласен. Если говорить наше время, у нас не было ни материнского капитала, во-первых, и мы длительное время жили в семье традиционно, свекра, свекрови. Я считаю, я, например, за то, чтобы традиционно эти семьи сохранялись. Вот они крепость нашего духа российского и русского, который даст потом и рождение детей, и все. Мы сейчас пошли и на земельные участки многодетным семьям стимулируем это. Мы даже их оставляем в очереди непосредственно. Но увеличение материнского капитала по многим направлениям, это тоже для того, чтобы стимулировать. У нас прозвучало, и уже это есть в регионах непосредственно, что многодетные семьи, имеющие более трех детей, будут получать выплаты, стимулирующие для того, чтобы, в общем, они брали ипотеку. Есть разные выплаты по регионам. Там за рождение каждого ребенка, в общем, эти средства, например, списываются до миллиона рублей. То есть не только в Москве. Это везде по регионам, потому что много еще рассматривается на региональном уровне. Теперь как нам сделать все возможное, чтобы почувствовали, что нужно нам продолжить нашу нацию. Наверное, еще недостаточно, я считаю так. А вот что должно произойти, чтобы осознание-то пришло? Ведь на самом деле мы у этой черты, я боюсь, может быть, уже даже не стоим, а уже даже зашли за эту черту. Ну, немножко, конечно, у нас улучшается рождаемость, я бы сказала, если взять по регионам. Значит, что-то заработала, может, из-за материнских капиталов. Но я еще раз говорю, что я против того, чтобы... Денежные эквиваленты, да? Да, денежные эквиваленты. Елена, вот на ваш взгляд, что делать? Вот мне представляется, на самом деле, тема и рождения собственных детей, и тема усыновления, они скрелированные темы. Они взаимосвязаны. Но разница только в том, что когда человек рожает третьего ребенка, ему не говорят, а, тебе, наверное, деньги за это платят. Вот в этом разница принципиально, знаете. А вот когда усыновляешь, точно скажут, да? Конечно, конечно. Я на это обычно отвечаю. Только идите за деньги усыновляйте. Как поможете страдать? Да хоть за деньги возьмите. Хоть как-нибудь. Хоть вот, ну, лишь бы дети там находились. Ну да, если уж такими категориями судить. Хочешь на этом зарабатывать? Ну, я не знаю ни одного человека, который на этом озолотился. Да, выплаты, конечно, есть. Но и расходы тоже, извините. Когда берешь ребенка в 4 года, как у нас младше было, он не говорит. Ну, вот он не говорит, а ему через 3 года в школу. Ну, 3 года занятий с логопедом, будь добр. Ну, вот, а куда деваться? Это у нас еще, тьфу-тьфу, дети здоровые. А бывает, что, ну, просто вот, это огромное состояние на это уходит. Просто на то, что ребенка реабилитировать после того, что с ним сделало государство и кровные родители. Поэтому я считаю, что выплаты при усыновлении, это вещь как бы, ну, родители выполняют работу. Это серьезный факт. Да, это работа. Надо сказать, что выплаты, например, в Москве, детям, которые усыновлены после 2009 года, то есть с 2009 года, получают на каждого усыновленного ребенка по 12 тысяч рублей. В месяц? Да. При этом содержание ребенка в детском доме обходится, ну, от 80 до 100 тысяч в месяц. Дороже. Одного. От 80 до 100 тысяч? Ну, в Москве, в Москве, да. Ну, в регионах там чуть поменьше цифры, но это огромная цифра. Это цифры огромные. Суммарно это очень серьезный финансовый ресурс. То есть то, что родителям платят, это государство еще очень сильно экономит. При этом боль в глазах. Ну, так а что? Вот смотрите, я работаю. Вот Елена Сенаторова, как политик сказала, там наши СМИ что-то не то показывают. Вот наши СМИ точно, особенно государственные, показывают, когда возникают чрезвычайные ситуации там, за бугром. Господин Астахов, по-моему, у нас медиазвезда по этим вопросам. Я не буду сейчас давать оценку его работе, потому что там масса вопросов возникает, да, но этот человек, вот последнее, он просто клеймил Соединенные Штаты, да, и тех американцев, которые, значит, вот наших, наших, да, обижают. Я, во-первых, не верю. Во-вторых, я знаю американцев лично, мои друзья, которые усыновили здесь в России детей. И дай бог каждому русскому ребенку попасть в такую семью, это не просто новая жизнь, это совершенно иная жизнь. Но, Елена, вам вопрос. Вот на ваш взгляд, когда детей усыновляют родители из-за рубежа, это нормально. Конечно. А почему нет? Это надо ограничивать или нет? Я считаю, что нет. Нет. Особенно сейчас, когда ввели обязательную подготовку, российское усыновление встанет практически у детей, практически у многих других шансов, кроме как за границу, усыновиться. То есть вы против? Против чего? Против ограничения? Да. И тем не менее, вот смотрите, я слышу такие реплики, что данные взаимоотношения, они крайне коррумпированы. Я не знаю, правда это или нет, но иностранцам приходится платить очень серьезные деньги, порой неофициально, вот за то, чтобы усыновить российского ребенка. Вот любое ограничение будет вызывать увеличение коррупционной составляющей. Ну почему? Сейчас ограничение как раз сводится на тему того, чтобы усыновляли только через агентство, в общем-то, чтобы не было вариантов независимого усыновления. Собственно, за это... Это упреждает, да? То есть вот возможно коррупцию? Ну вроде как считается, что да, да. Ну то есть совершенно легально действующие агентства по усыновлению, это их работа, да, они подбирают детей, они... Ну я могу так помнить. Они как-то фильтруются государством. А у нас же не допускается посредническая деятельность в соответствии с закономом. У нас-то нет. Юр, это не... У нас не допускается. Это не посредническая деятельность. Или она сенаторова. Это специальные представители иностранных организаций по усыновлению дочерей, детей на территории Российской Федерации. То есть это то, что, в общем, утверждено государством. И я вот в продолжении этого разговора, Елены, как бы могу сказать, да, действительно, усыновляют детей иностранных государств. Ну вот я пример приведу за прошлый год. Иностранными гражданами у нас 31,4%, а российскими гражданами все-таки усыновлено детей 68,6%. Но есть цивилизованное усыновление, и мы сегодня стремимся к этому. Комитет нас по семье женщинам и детям. У нас ратифицированы договора между Российской Федерацией и Итальянской Республикой. 28 июля 2012 года подписан и ратифицирован договор между Российской Федерацией и Французской Республикой, Соединенными Штатами Америки. То есть в рамках этих договоров мы можем и работаем на составление реестра этих детей непосредственно. Ведь усыновляется иностранными гражданами только в том случае, если сегодня в российском государстве не нашли для этого ребенка приемных родителей. Согласитесь. Но нам нужно посмотреть в этих государствах действительно за судьбой этих детей. И вот эти договора, вот эти цивилизованные отношения нам позволят наблюдать этих детей. Да, действительно, на эти случаи. Вот действительно, разафишировали очень много иностранных государств. Ну, и Астахова можно понять. Даже если это один ребенок и есть такие случаи, то, я думаю, это болезненно для нашего государства, для наших российских граждан. Вы знаете, я бы хотела небольшое уточнение, если позволите. Вот мы говорим о восстановлении в процентах. Чтобы не сложилось у наших слушателей превратного впечатления. То есть сейчас по вашим цифрам получается, что треть всех детей устраивается всеми к иностранцам. Это не так. Потому что российские граждане в основном забирают под опеку. То есть эти дети тоже в семье. То есть цифры по иностранному установлению порядка трех тысяч человек в год. По российским шесть с копейками. А в общем сумма детей устроенных в семью около ста тысяч. Но это как бы все опека. То есть не надо думать, что вот 30% детей уходят куда-то за рубеж. Нет, ну просто чтобы людям, которые не в теме, чтобы было понятно, о чем речь. На ваш взгляд, вы против ограничений? Потому что я Астахова слушал последний раз, он меня шокировал. Уж больно эмоционально уполномоченный по правам ребенка у нас выступает. Думаю, он переживает за судьбу наших детств. Я думаю, что все переживают. И понять его можно в какой-то степени. Да, но неужели лучше нахождение этого ребенка здесь, в России, вот в этих детских домах, нежели усыновление иностранцами? Я думаю, что второе лучше. Вот, я не знаю, здесь, наверное, никто не будет спорить, что семья это лучше, чем детдом. Простите за прямолинейность. Вопрос только в том, какие условия в этой семье. И чтобы надзор был за усыновленными детьми там. Просто иногда бывает в Соединенные Штаты что же большая страна, и не всегда может шериф доехать. Я согласен, и там в ВОСа маленькая тележка проблем своих. Да, но у них подготовка какая все-таки? Они проходят холм-стадии, прежде чем усыновить ребенка. А на ваш взгляд, вот такая упрощенность это бич? Это проблема? Не бич, но я очень не понимаю людей, которые говорят, что как сложно усыновить в России. В России очень легко усыновить ребенка. То есть реально? Реально. Было бы желание? Было бы желание. Да, так и есть. Это у нас самая практически лояльная система усыновления, даже в Украине. Намного все жестче. Но тем не менее, более 82 тысяч. Вот цифра контрольная. Они же, потому что детей изымают. Понимаете, вот к вопросу о замученных детях в Америке. Как-то раз при очередном скандале я полезла искать статистику. Нашла статью в Комсомольской правде с броским заголовком. 25 российских детей замучены, значит, приемными родителями в Америке. Все хорошо. Только уточни, за 10 лет... Отдел заголовков этой газеты получил хороший гонорар. Я там работала, я знаю, что происходит. Заголовки это отдельное искусство. Вот, значит, 25 детей. За 10 лет, если уж считать детей по головам, это 2,5 ребенка в год. На фоне того, что у нас 80 тысяч детей оказываются в детдомах по вине родных родителей, извините, но несопоставимы каждый год. Вот поэтому я Стахова и не понимаю. Вот несопоставимая вещь. Ну, вы правильно же сказали. Но у него должность. У него, да, он должен, вот. Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации. Друг мой, занимайся собственностью, страной. Я понимаю, что туда очень комфортно за государственный счет летать. Конечно. И разбираться. Нет. У меня сложные отношения с этим человеком. Поэтому я не скрываю. Просто вы такие вещи аккуратные, я как юрист. Да, пусть он опровергнет. Потому что он в курсе. Он что, не за государственный счет летает туда? За государственный. Так вот, пусть здесь занимается вот теми случаями, о которых Елена и вы говорили. Вот эти вот, как это, прикованные к трубам или к чему там. Я что-то не вот мне... Зато государственная пропаганда, как только в Америке, что? Все, СОПКОР, специальный репортаж. Так это бьется и по нашим родителям. И по нашим родителям бьет. Как только вот очередная статья на эту тему в желтой прессе. У нас же народ не понимает, что есть желтая пресса, есть не желтая. Приучили, что есть газета партийная. Есть пресса. Да, можно верить. А тут написали, значит, все родители на тебя ходят, косятся лишний раз. У нас вот реальная история, когда у мамы приемного ребенка, ребенок упал, набил синяк на коленка, наберет больничный, садится дома, чтобы, не дай бог, из опеки не пришла тетка, чтобы воспитатель не настучал и так далее. А если придет тетка? Будут разбирательства. А вот, кстати, еще с этим, да. И это отпугивает? Будут, конечно. Не расталкиваться приходилось. Иногда опека в некоторых районах до такого доходит. Это же интересно. Они выходят с заявлением об ограничении родительских прав. Даже о лишении родительских прав. Когда вот начинают вот такую вот серию слежения за определенной семьей, и вот такой вот синяк появился, они привлекают к административной ответственности. Они приглашают... А цель-то какая, Александр? Не складываются отношения... Сухой остаток в чем? Не складываются, по всей видимости, отношения с этой семьей, и это уже такое вот желание досадить чем-нибудь. Есть такое, приходилось сталкиваться за свою практику. Хотя это очень странно, потому что их не гладят по головке за то, что они детей изымают. Вот об этом я попрошу сразу после краткого выпуска новостей прокомментировать Елене Синатровой. Пишите, звоните, телефоны и сайт работают. Вот они к вашим услугам. В 19.47 продолжаем наш разговор. Здесь Елена Синатрова, депутат Госдумы, Елена Фортуна, руководитель благотворительного проекта «Родные люди» Александр Селютина, адвокат, усыновление в России, тема нашего разговора. 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем и ваш комментарий. Ну, я немножко бы хотела еще сказать о том, кто не может быть усыновителями, а то людям действительно сложится впечатление, что можно так просто усыновить детей. Во-первых, несовершеннолетние даже в случае приобретения полной дееспособности. Лица, признанные судом, недееспособны или ограничены дееспособными. Супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограничены дееспособными. И лица, не состоящие в браке, или разница в возрасте между усыновителями и усыновляемыми менее 16 лет. А теперь вот по Юрию. Подождите, в браке, как это в браке? В браке? Не состоящие в браке, если разница в возрасте между усыновителем и усыновленным менее 16 лет. Это я просто привела в пример семейный кодекс. Нас же слушают все, скажут, вот сейчас пойдем усыновить детей. Но это еще не все Я хочу, чтобы они просмотрели статью 124 семейного кодекса, чтобы если кто-то Но я с такой впечатлением, что государство оставит препоны. Нет? Нет, это не препоны. Это вот нормальные такие явления, чтобы человек подумал. Вот. Может быть, даже еще и недостаточно, вот как говорят мои коллеги, потому что они готовятся. И теперь по поводу поведения от органов опеки. Может, действительно, Юрий с такими вещами встречался, но я знаю, я вот нацелена, и наш комитет проводит политику на то, чтобы семья все-таки была сохранена. И не так просто сегодня лишить родительских прав. Мы все-таки предупреждаем и до конца хотим сохранить эти семьи. Может, даже вот именно для сохранения семьи. Сегодня в первом чтении прошел у нас законопроект по социальному патронату, который тот Борю тоже вызвал в Москве. Собирались куча подписей общественными организациями, потому что увидели там именно истоки ювенальной юстиции. Хотя скажу, что это не то совершенно, потому что по... У нас есть ювенальная юстиция или нет? Как таковой у нас нет ее. А вот эти вот истории, которые, я помню, начались, наверное, где-то года два или три тому назад. Это, конечно, все надумано в какой-то степени, потому что я еще ни разу не видела, что... Ювенальная юстиция, что вы под этим поняли? Понятие, да. Забирают у родителей детей. Это не ювенальная юстиция, это немножко другое. Это другая, да, вещь. Это просто страшилки, которым все запугиваются. Ювенальная юстиция это специальные органы, которые осуществляют производство по административным уголовным делам, включая рассмотрение к дел вынесения приговоров, специальными органами. То есть специальные следствия, специальные суды, которые занимаются вот именно детьми. Только детьми, более никем. У нас... Вы что же пугают-то всех? Да нет. Это ювенальная ювенальная юстиция. Это такое слово... Не читайте по утрам советский газет. Да, слово сочетание. В настоящее время у нас отдельных таких органов нет. У нас есть отдельные подразделения в структурах МВД, даже в системе судов общей юрисдикции, которые отдельные судьи выделены, которые рассматривают преступления и правонарушения в отношении только несовершеннолетних, для того, чтобы просто не смешивать котлеты. Хорошо, успокоили. Надеюсь, что так оно и есть. Так вот, Юрий, можно я продолжу? Вот этот социальный патронат, который так запуган тут общественность Москвы, хотя у нас в регионах уже давно опробовываются вот эти вот направления, когда дети изымаются из этих семей, где-то вот помещаются, они в интернатные типы, приемные семьи, они там просто проходят адаптацию нормальную. И это не ювенальная юстиция. И вот этот социальный патронат при помощи законодательства, который мы прошли в первом чтении, он просто помогает восстановить эту семью, а не разрушит. И в этом законопроекте сказано, что только согласие родителей. Нет, но получается, законодательство, значит, вот оно правильное, по факту жизни, несколько все иначе. Ну, как говорят, семье не без уродов. Если где-то там органы опеки себя вели, Юрий встретился именно с такими явлениями. Конечно, это нужно рассматривать конкретно, Александр, нужно рассматривать в конкретном случае, где это происходило непосредственно. Вот, потому что я знаю, что где-то и не сопровождается. То есть это не системный сбой? Конечно, не системный. Вот, конечно, нет. Давайте пообщаемся со слушателями. Наш портал в интернете для ваших писем и там же идет прямая веб-трансляция. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Вадим меня зовут. Да, Вадим. Можно вашим гостям вопрос? Как они относятся к финальной пицце? Однозначно да. Это значит за нее нет-нет. И другой у меня еще вопрос. А вот с чем связано такое вот настойчивое желание? Ну, хочется увидеть позицию непосредственно людей в вашем данном проекте. Да, пожалуйста. И второй, допустим, вот рассказывали, что там сто, сколько-то тысяч нас детей, ну, брошенных. И, допустим, говорили, столько-то забрали иностранцев, столько-то забрали наши, отказники. И можно мне узнать, допустим, в какой процент были усыновлены, допустим, ну, грубо говоря, неполноценные больные дети. И из этого следует, допустим, то, что все-таки берутся, хотят взять здоровых детей, а не больных. И из того, что если люди дадут зеленый ход иностранцам, как бы усыновление там, то получится, не будет хватать тех запросов, которые они предоставляют. Да, понятно. И еще раз, еще. Юрий, непосредственно вам, как вы говорили, что попасть в иностранную семью, это довольно даже хорошо. Но могу учесть, что как вашему юристу, который у вас там в гостях, у нас за границей есть признанные семьи однополые. Так что мне тоже... Ну, вот позвольте вообще воздержаться от комментариев по этому поводу. Нет, я все-таки рассматриваю классическую семью. Мама, папа, мужчина, женщина. И никак иначе. Кто готов прокомментировать? Если можно, только все лаконично. Я сразу спрашиваю по ювенальной юстиции. Я думаю, мы должны все искать свое мнение. Я против ювенальной юстиции. Да. По причине? По причине я именно русский человек. Я за те семейные русские традиции, которые у нас сложились годами. Поэтому я против. Елена? Давайте мы все-таки разделим, что такое ювенальная юстиция. Либо это то, что на самом деле, о чем мы только что говорили, обсуждали, либо это то, что принято читать в желтых газетах. А что в желтых газетах пишут про ювенальную юстицию? Про то, что это специальные органы, которые ходят и отбирают детей у родителей. Родителю супом не накормил. Я не слышал ни разу. Я просто не читала такой желтой юстиции. Вот против такой ювенальной юстиции, про которую как бы все пишут, естественно, ни один разом человек не может быть. За то, что все дела, связанные с детьми, должны быть вести отдельные органы. Должны рассматривать специальные органы. Это люди должны быть другой квалификации, с дополнительными какими-то науками и так далее. То есть это однозначно. Да, в этом плане я могу сказать, что я за ювенальную юстицию. То есть ювенальную юстицию в том понимании, что это будут специальные органы, которые рассматривают все дела в отношении несовершеннолетних. Это действительно, Елена говорит, это должны быть специальные люди, которые получают специальную подготовку, а не так, как сейчас. Так, ты кто? А, о, ты новенький, ты еще ничего не умеешь, значит, ты будешь рассматривать дела несовершеннолетних. А почему я? Ну, потому что ты вот молодой. Но это не подход. Вот. Соглашусь. Елена, там Вадим попросил еще по цифрам, да, значит, вот усыновление. Ну, по иностранным гражданам сказать, что США, вот, например, в 2011-м 956 детей они, значит, усыновили, численность детей инвалидов 89, Канада 68, дети инвалиды 2, Италия 798, дети инвалиды 30, Испания 685, 28, соответственно, Франция 283, 8, Германия 215, детей инвалидов 5, Ирландия 129, детей инвалидов 5. Ну, вот такие цифры я могу привести. Цифры сами за себя и говорят. Добрый вечер. Да, есть такие цифры у меня. Так, алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Игорь. Угу. Очень, как бы, грустно слушать вашу передачу. И в то же время, понятно одно, одно единственное, что государство никакой политики по поводу гемографической, по поводу оставленных детей в роддоме, нет, она отсутствует. Игорь, почему это ставится такое впечатление? Можете пояснить? А, почему такое впечатление? Потому что вот депутаты как-то отвечают на ваши вопросы. Ну, то, что как вот, извините, пузырится на самом деле, вот должность у человека такая большая у Астахова, на самом деле как-то неприятно слушать. И ведь понятно даже, понятно, как живут дети там, и как живут у нас. Вот моя прабабушка, она пришла в детский дом, мне бабушка рассказывала, взяла девочку четвертую, без всяких справок, без документов. Так вот, вы изначально спрашивали, что делать? Мне кажется, делать надо воспитывать мам и пап. Мам и пап где воспитывают? Вот, вот. Первого класса. Обязательно вести основы православной культуры. Это хотя бы на первом этапе. Хотя бы на первом этапе. И посмотрите на Северном Каскаде, там много меньше детских домов и много меньше брошенных детей. Потому что хотя бы есть какие-то основы. Ну, по-моему, Александр, вы об этом говорили. Да, да, да. Вы, по-моему, там даже лицензию предлагали. Я бы сказала о Северном Каскаде, что там есть не основа, там есть хорошие семейные традиции. И вот эти семейные традиции заставляют детей, родственников не оставлять. Чего, к сожалению, у нас как бы нарушено в нашем обществе социуме. Ну, то, о чем говорила Елена Фортуна, не факт, что даже если кровные, да, как вы сказали, родственники, сколько таких ситуаций возникает. Добрый вечер, вы в эфире, алло. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Александр меня зовут. Мне 25 лет. И вот мой главный вопрос, в принципе. Вот я сейчас жду второго ребенка, как бы, да, появления. Вот я бы согласен был и третьего, и четвертого. Но главная у меня проблема – это жилищная. И, как бы, я думаю, у людей, которые принимают детей из детдома, у них такая же причина. Они готовы принять и двоих, и троих, но главное – это жилищная проблема. Вот какие планы развития в этом направлении? Спасибо. Ну, по второму ребенку – это пока материнский капитал, который просмотрен по истечению трех лет. Но каждый регион решает по-своему. Есть регионы, где решаются жилищные проблемы. Но в данный момент пока рассмотрели, как я сказала, вопросы по земле. Думаю, что на этом не остановимся. Мы будем дальше смотреть. То есть надо смотреть решения субъектовых властей, да? Да, есть в региональном уровне, где рассматривают и дают. Но сейчас земля тоже выделяется, я знаю, по регионам и сейчас. Ты третьего ребенка. Ребенка земля. Да, и земля. И причем земля. Да, пожалуйста, вопросов нет. 120 километров от Москвы. Да, да, да. Это как так? Зачем? У него не унижается. И так лет через 10 в лучшем случае дальше. Чтобы предметно говорить по этой тематике, я обещаю слушателям пригласить уже представителей столичных властей, как исполнительной, так и законодательной власти, где бы они предметно вам могли рассказать. Господа, спасибо вам огромное. К сожалению, наше время завершилось. Я искренне надеюсь, что эта цифра, которая была сегодня озвучена, более 82 тысяч детей, которые находятся у нас в специальных детских учреждениях по России, кратно будет сокращаться с каждым днем. Это не пафосное высказывание. Я искренне на это надеюсь. Потому что ничего и никогда не сможет заменить ребенку теплоту семейной жизни.